Извините, какой корабль, посмотрите, ребят. Это прям большая семейная тачка. Здесь... Она с 7-8 местами. Это с 7, есть такая 8, но она хуже. Здесь капитанские кресла прям по сути виду. А, я понял, между ними проход, да, есть? Да, да, туда, на третий ряд. Слушай, ну классно, как в американцах. Это для американского рынка, да, наверное, вообще машины? Я не знаю. Ну, как американцы, все любят Chevrolet, Cadillac, да, у них... Да, у них можно между сиденьями ходить, так и здесь. То есть, получается, сзади диван на 3, а здесь 2, короче, 7 местные. Да, ну это самый топ, который был. Да, да, да. Друзья, собственно, речь о чем? Как бы ничего необычного, машина-машина, Hyundai, но русские номера. Как бы тоже для Турции ничего необычного, да, тут очень много машин на русских номерах. Но необычность здесь заключается в том, что машина была привезена... Когда? Месяц назад, да? В Еврале в конце. В феврале, когда все границы закрыты. Вопрос. Как это удалось сделать, когда закрыты все границы? Самый, наверное, один из часто задаваемых вопросов сейчас, как можно привезти свою машину в Турцию? Почему такой вопрос возникает? Потому что вы знаете, что цены в Турции на автомобили... Космос. Я даже не знаю, в три раза, в два раза? Сколько? Ну, примерно. Такой здесь нет, но в два раза точно. В два раза как минимум, да. Мы смотрели, то есть, самую такую вот... Ну, вот, допустим, такая машина, это причем R-Line, да, это... Тигуан. Тигуан. Я думаю, что здесь обойдется миллиона четыре, пять. Может быть. Не меньше. Вот. При том, что у нас в России он, скорее всего, стоит где-то в районе трех. Ну, возможно, я не очень ориентируюсь. Ну, ладно, не суть. К нашему вопросу по поводу как. Алексей расскажет нам сейчас, я надеюсь, поделится секретом. И каждый желающий сможет воспользоваться такой схемой, если получится. Кто захочет пригнать свою тачку из России в Турцию, давайте спросим. Итак, вопрос. Вопрос номер один. У нас есть, я так понимаю, несколько вариантов, да, как можно было раньше привезти машину. Как можно раньше, сейчас есть несколько вариантов. И сейчас даже несколько вариантов. Да. Хорошо. Самый простой вариант или самый сложный, какой ты выбрал? Они все примерно одинаковые. Я выбрал самый простой. Сразу нужно ВНЖ обязательно, без него никак. А, без ВНЖ не получится, да? Нет, можно проехать нелегально через Белоруссию. Из Белоруссии нелегально через лес можно проехать в Украину. Там транзитом тест коронавирус не нужен. Сесть на паром, как мои знакомые, с которыми я познакомился с паром, уехать на северный Кипр. Как они это сделали? Через Турцию. Какая сложная схема вообще. Да, но они лесом ехали, лесом, реально лесом. У них автопоезд был, форт транзит, плюс прицеп полностью груженые через Белоруссию, Украину. И оттуда уже на пароме через Одессу в Турцию. Я поехал просто. Очень сложная схема, да. Я дождался здесь и комета. Прилетел в Москву. Взял машину. Сдал тест на коронавирус и поехал. Поехал я через границу трейбортная. Это куда? В Курск, Украина. В Украину. Да. Наши выпускают только на основании ВНЖ. Турецкого? Да. То есть я приехал на нашу границу. Так. Спросили, на каком основании я выезжаю. Я сказал, еду домой. Вот у меня карточка. На основании этого они выпускают. Долго вертели в руках, потому что на этой карточке защиты никакой нет вообще. Ну да. Ну и типа как бы российско-украинская граница. Закрыто. По факту закрыто. Закрыто. А ты едешь и через турецкий документ. Я еду транзитом через Украину, через турецкий документ. Естественно, да. На границе в России полностью всю машину выгружаешь. Вообще все, вообще все, 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 что есть. На улице выгружаешь. Было минус 7, когда я ехал. Такая еще сырость, холодно. На улице выгрузил всю машину. Все бардачки открыл, все двери открыл. Собака посмотрела вещи. А у меня из вещей были только в принципе детские книжки. Колбаса, икра, вопла и так далее. Больше ничего. Все бардачки проверили. Все загрузил. Ну, 15 минут заняло. Все загрузил. Ты подумал, что немного вещей, да, я так понимаю? Я немного вез. Там несколько сумок специально по сумкам распихал, чтобы было удобно прям взять и вытащить. Знал, потому что будут таски. Не брал с собой ни электросамокат, ничего. Если бы знал, что так легко будет, я бы все взял. Приехал на территорию Украины, сказал, что я транзитом. Опять-таки, тест не нужен. Начали задавать вопрос, был в Крыму, не был в Крыму. Был в Сочи, не знаю, причем из Сочи, не был. Вообще, был ли на Украине? Я сказал, что нигде не был. Ну, это чисто просто... Формально. Сейчас мы должны там... Проверить-то сложное. Грубо говоря, да. Сейчас, говорит, будет так, как тебе... Ну, возраст, грубо говоря, полупризывной, так скажем, да? То есть, ну, не старше 65-ти и так далее. Надо... Человек в штатской придет на видеокамеру, будут брать, типа, интервью в досмотровой комнате о том, что вот такой-то, такой-то, нигде не участвовал, боевых действий не было, то-то, то-то. Ну, говорит, ты торопишься? Я говорю, тороплюсь. Он говорит, ну, давай я за тебя тогда все запомнил. Я говорю, я все понял. Дал я ему чуть денег. Я подъехал на пограничникам, которые должны выгружать всю машину. Тот же вопрос абсолютно. Леха, ты торопишься? Я говорю, ну, конечно, тороплюсь. Ну, говорит, сядь, подумай. Я говорю, а что думать-то? Я готов. Говорит, ну, ладно, сейчас документы принесут. И им дал чуть денег. Даже не разгружали ничего. Все, выехал. Дорога хорошая вообще везде. То есть, я везде шел, блин, почти 200. То есть, я быстро-быстро... Куда ехал? Ехал, значит, Москва троебортная. Это граница Украины. Далее... Это Харьков, да? Нет, это не Харьков, это Курск, примерно. Ну, Курск? Нет, не Харьков. Не через Белгород туда, нет? Нет, нет, нет. А, в другом месте. Другая граница, это Бачевск, по-моему. Дальше дорога, значит, до Черноморска. Черноморск это 3 километра от Одессы. Короче, до Одессы практически, да? До Одессы, да. Ехал я в два этапа, потому что боялся... То есть, точнее, я не просто боялся. У меня был паром оплачен уже на определенное число. Я выехал с запасом, потому что не знал, сколько протапшу на границе. Приехал везде раньше, остановился в Белой Церкви, это за Киевом. Переночевал спокойненько. Утром выехал там 300 километров, осталось до этого... До парома. До парома, да. Ехал до Киева, точнее, до Белой Церкви очень быстро. Два хохла. Один на Порше, на Панамере. Второй на Мерседесе. Протащили меня просто везде-невезде. Разгорели дорогу. Я за ними встал. Они везде моргали. Я за ними шел. То есть, они знали, где гаючник есть, где нет. То есть, один раз я отстал, Порше подождал меня. Я за ним опять пристроился и опять дальше погнали. Он реально помогал? Да, да, да. Реально мы прям вот пролетели, я не знаю, очень быстро вошел. Удивительно. А не русские, украинцы, да? Украинцы, украинцы, да. Просто, знаешь, есть такое мнение, что к русским не очень хорошо относятся на Украине. Поэтому, ну, удивительно, что там кто-то кому-то помогает. Это, ну, понятно, политика политикой, но люди людьми. Это мы не обсуждаем. Я просто к тому, что... У меня один, вот, был такой момент по поводу помогают, не помогают. На заправке на русском отказывается говорить. То есть, он понимает тебя, но что-то начинает говорить тебе прям... Принципы. Да. Вот это было один раз у меня. Тест на коронавирус спросили у меня только в гостинице, где я ночевал. То есть, если бы я не ночевал, то есть транзитом можно через Украину проехать без теста. Но опять-таки... Если бы теста не было, тебя бы выгнали или все-таки все равно можно было там... В отеля? Наверное, можно было. За пару долларов. Мне кажется, можно было, да. Потом. Украина обновляет раз в две недели, по-моему, красные и зеленые зоны. Возможно, сейчас вообще он не нужен, даже если в отеле остановиться. Потому что у них сначала в январе была зеленая зона, потом Россия стала в красную зону. Они смотрят относительно своих показателей. То есть, если их показатель ниже, чем там сколько-то человек на тысячу, тогда чем другая страна. Соответственно, она в красную. Если эта страна попадает ниже, чем у них, то эта страна в зеленую зону. Так. Все. То есть, на тот момент, когда я ехал, это было там 18-19 февраля, Россия была в красной зоне. Тест я делал. Ага. Но мог и не делалось, по факту. Тест понадобился в Турции. То есть, я приехал на паром, зарегистрировался. То есть, я заранее все оплатил. Каюту. Сколько стоит паром? Сколько плыть? Машина плюс каюта двухместная, но без подселения. Заплатил, чтобы я один там ехал. 15 с чем-то тысяч гривен списали со Сбербанкской карточки порядка 42 тысяч рублей. 42 тысячи рублей, каюта и машина. Каюта, машина, трехразовое питание. Сколько дней-то ехать? Сутки плыть. Сутки плыть. Ну, то есть, грубо говоря, за сутки перевезти за 40 тысяч рублей машину. Да. Из Одессы, условно говоря. С РСУ. Ой, нет. С Тамбул. Да или куда? Стамбул, Карасау, Карасупол называется, порт рядом со Стамбулом. А, я понял. Ну, короче, Стамбул, можно сказать. Можно сказать, да. Там, значит, куча фур, человек девять, наверное, было на легковых машинах. Один был турок на московских номерах, а остальные украинцы. И с Рака машина ехала. Слушай, ну, логично, человек поехал подешевле купить машину в России. Наверное, да, да, да. Все, естественно, на пароме накиногасились сильно. Вот, погрузку задержали на 12 часов почти, потому что паром находит постоянно сюда. Приехали цитрусовые, на палетах, а не на фуре, 240 тонн. Вот эти 240 тонн загоняли фуру, загружали 20 тонн, выгружали. И вот так она ездила, мы стояли, ждали. Это на выгрузке, да, уже? Когда нет, на погрузке. А, на погрузке. Да, нас не запускали. Потом нас запустили на паром в каюту. Мы поужинали, легли спать в 4 утра. То есть мы должны были в 8 вечера отплыть. Отплыли только где-то в 6-7 утра. В 4 утра нас разбудили, мы последние заехали. Фуры уже загрузились, мы последние заехали. Ну, легковые. Нас прицепили, мы поплыли. Плыли нормально, не качает, ничего, все, ничего, отлично. Приплыли, мы выезжали первые, выехали, сразу поехали на таможню. Спросили у меня, сколько алкоголя с собой, потому что бутылка валялась на полу. Я же сказал, 3 бутылки всего. Попросили одну сумку достать, через ленту прокатать. Сумка была с книжками, поэтому быстро. Ты странный чувак, ну книжки везет, значит... Да, детские, да. Три бутылки достаточно. Потом поставили штамп в паспорте, значит, что машина на 2 года везена до ноября 22 года, потому что и комета у меня на 11 ноября. И все, я выехал и поехал. Нужно было оставлять на таможне залоговую, как это говорят, стоимость? Никаких доплат, вообще ничего не доплачил. Просто оформил бумаги и все. Каких-то денег они стоят, дополнительные вот эти вот расходы? Ну, кроме того, что привезти машину, да? То есть, ну, за легализацию, скажем, там, какие-то пошлины или что-то? Два года ничего не нужно. Ничего не нужно. Два года ничего не нужно. Если ты ее собираешься потом оставить, тогда есть два варианта. Растаможить ее или же внести депозит. Депозит они берут от балды, мне кажется. То есть, они смотрят стоимость и придумывают сумму, которую ты можешь положить в банк. То есть, это может быть там и 50 тысяч долларов, а может быть и 10, например. И можно ездить тогда будет. Деньги лежат, когда выезжать соберешься, они тебе их вернут. Ну, да. Ну, это через два года, мой закон может поменяться, как угодно. Попал на один штраф по дороге из Стамбула. Камера? По ходу дела, да, меня тормознули, сказали, что 150 нельзя здесь ездить. Заплачешь 652 лиры, когда будешь машину выезжать. 652 лиры. Прилично. Да, я подключил себе Эдевлет, приложение. Да. Штрафа этого почему-то там нет. Хотя, может, там появиться. Знаешь, как у нас. У нас, помните, в России была такая штука, когда в других регионах ты ездишь, получаешь штраф, например. Ну, я помню, что был часто в Курске, да. Там нахватывал штрафы, приезжал в Москву, возвращался. И мои штрафы где-то терялись там, в Курске. Ну, то есть, в итоге потом я ничего не платил. Я ждал обычно, когда вот эти вот присылают, от приставов, ну, вот эти бумажки. Тогда, да, ну, ничего не приходило. Я думаю, что здесь примерно такая же история с общей базой. Все сложно. Тем более, вот эти камеры, как бы, опять же, тут в Турции вот эта вся электроника не распространена так, как вот, ну, даже как в России сейчас могу сказать. Сейчас в России ты, извини, везде платишь. Вот. А раньше-то нет. И вот, мне кажется, что такая же вот история, как бы, со штрафами. Поэтому, возможно, как бы, из-за этого еще. И еще такой вопрос по поводу, есть такая информация, как бы, ну, или слух, или мысль о том, что можно вот эти машины, которые люди привозят, европейцы или там, ну, короче, иностранцы, которые привозят в Турцию, потом здесь продавать иностранцам. И они потом могут еще два года ездить без этих проблем. Такое есть или нет? Я не могу, то есть, какие-то 7 лет, потому что это тем не интересовалось. Не знал. Да, но слышал, что, а точнее в группе какой-то видел, что человек готов купить машину на иностранных номерах на любых, на собор, только, ну, СПУ иностранцы. Ну, значит, так и есть. Значит, все же есть, да. Ну, да, но это мы тогда... Подробности здесь не знаю, да. Вот, ну, а в целом, получается, такая история, можно совершенно, как бы, ну, как, чуть-чуть напрягаясь, да, это есть определенный, как бы, нюанс, но машина такая, ее, во-первых, в Турции не найти, а если искать для большой семьи, как я понимаю, это будет, ну, скорее всего, минивэн, да, какой-то, или такая, то, ну, это будет сильно дороже, в два раза, в два, в три. Ну, культиван стоит здесь, вот, восьми. Не скромно, если я спрошу, сколько в России стоит эта машина? Ну, около пяти. Около пяти. Ну, значит, здесь точно около десяти, но их нет тут, таких машин, поэтому, вот. Турки в восторге, говорят. Так, конечно. Извините, какой корабль, посмотрите, ребят. Это прям большая семейная тачка. Я понимаю, что привезти там, я не знаю, вот такую машину, ну, наверное, не очень интересно, да, вот эта вот целая история, везти ее, как бы, здесь, ну, проще, как бы, купить, потом здесь продать, наверное, потому что цены в Турции на машины, они все равно растут. Но такую машину, во-первых, купить будет дорого, да, это как, во-вторых, ее нет. Так что, практически уникальная машина в стране. Так это у меня и Майкл Джексона. Поздравляю, что все получилось. Спасибо за рассказ.